Так, блин, очень крутые пейзажи, ты посмотри. Я уже вижу столько мест, где я могу свалиться. Не тормозим, идём смело. А есть флэшбэки в этой игре? Не бой! Ну, я думаю, всё лишнее просто отлетело. Ты чё? У нас же... Ты чё? Нет, нет, нет! Нет, 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 нет. Ой, там перевернулся грузовик! Глянь, здесь просто греба на апокалипсис происходят. Представляю вашему вниманию кокпит для автосимуляторов от Real Game. В моделях используются профессиональные гоночные ковши, которые позволяют ощутить всю реалистичность гоночного процесса у себя дома. Кокпиты от Real Game имеют регулировку всех узлов и поэтому обеспечивают комфортную посадку для каждого человека любого роста. Возможность устанавливать КПП как с левой, так и с правой стороны. Крепкая фиксация всех узлов, а также никаких люфтов при использовании, что позволяет ощутить себя в кресле как в гоночном болиде. Неубиваемая обивка трех цветов на выбор из итальянского велюра. Крепление подходит под все рули. Доставка осуществляется по всей России и круглосуточно по Москве. Для тех, у кого ограниченное пространство, у ребят есть портативное решение. Стойка для руля и педалей. Переходи по ссылке в описании и заказывай кокпит. А по промоководу Кус-Кус получи крепление для КПП в подарок или скидку 10% до конца месяца. Всем огромный привет, друзья! С вами Кус, это Дакар Дезерт Ралли. У меня есть ранний доступ к этой игре, и поэтому я снимаю для вас вот такой контент. Так, ну это быстренько, там тут тормоз, этот самый ручник, ченж-камера. Давай посмотрим, что тут есть вообще. Ну, стандартная камера, в принципе, ничего такого. Тихо, тихо, тихо. Вот это, кстати, интересная камера, без руля, чисто с приборки. Глянь, какая низкая тачка. О, кстати, прикольная. Я представляю, как в каком-нибудь КамАЗе это будет выглядеть. Вот такие вот... Во! Во-во-во! Вот это, кстати, очень удобная камера. Ее надо забиндить на какую-нибудь, знаешь, на какую-нибудь кнопку, потому что сейчас у нас, я так понимаю, здесь такой... Да ладно! Слушай, ну физика не такая уж и простая, как я думал. Вообще, я думал, что эта игра, в первую очередь, насчет ориентирования по местности, грубо говоря. Но я вам хочу сказать, эпизоды тут не самые такой аркадные, потому что, видишь, как я легко потерял тачку. Я чуть-чуть разболтал и все. Так, пока что у нас легкая сложность, но это не то. Конечно, нам нужно без вот этих подсказок, чтобы мы чисто слушали штурмана, и он нам говорил, куда ехать. Кстати, с этим тут большие проблемы, потому что в игре русского языка нету и, наверное, не будет. Я очень надеюсь, что хотя бы КАМАЗ здесь есть. Надеюсь, его не убрали, потому что, когда нам дадут выбор, на чем же нам кататься, пока у нас сложность легкая, поэтому здесь все просто. Вот, кстати, а что тут с видами, интересно? Я не туда поехал, я вижу. Во, глянь, кстати, как удобно. Это, знаешь, если ты промахнулся и не туда заехал, сразу выбираешь эту камеру и смотришь, куда тебе там надо завернуть. Ну а что нам еще дадут на чем-нибудь прокататься? Я знаю, там баги вроде есть и... Во, да-да-да. Глянь, как круто там, они троем сидят. Вот на грузовике здесь обязательно нужно вот такой вот вид ставить, мне кажется. Погоди, а, не, вот такого нету. Ну-ка. Блин, да как мне его поставить-то? Стоп. Да, вон они все сидят, вон все сидят, смотри, троем. Прикольно. Так, куда, куда? Ага, ага. Блин, грузовик прикольно, чувствуется, что он такой тяжелый. И мне нравится, кстати, послушай звуки. Я помолчу? Слышишь? Мне очень нравится, что там что-то где-то цепляет, что-то где-то тарабанит в салоне. Это очень даже прикольно. И вот такой вид, опять же, он очень удобный, если играть на руле. Блин, ну обрати внимание, какой гарапоний, а? Вот это меня радует. Мне интересно, как с повреждениями. Я смотрел трейлер, и здесь очень крутые повреждения вроде бы. Еее! Видал, как стильно? Слушай, он такой валкий, этот грузовик. Ой, первое место. Big Shock Racing. Охрененное у меня имя, и я не знаю, как его поменять. Так, ну что, друзья, после такого коротенького обучения, много и не надо, нам предлагают здесь выбрать одну из тачек. И, конечно же, я сразу пошел вот сюда. Мне захотелось взять какой-то грузовик. И здесь всего 4 грузовика на выбор. И я, честно говоря, расстроен, потому что я не увидел здесь КамАЗ. И я уже такой думаю, блин, ну опять вот эти санкции, вот эта вся херня. Убирают здесь вообще это все из игры, вырезают. Но я был не прав. Мы нажимаем треугольничек, и видим, сколько здесь реально транспортных средств. Просто они все стоят гораздо дороже. Значит, вот, кстати, те самые КамАЗы. Более того, я был удивлен, потому что вы потом выбираете вот 21, и здесь КамАЗы 21 года. Но не только КамАЗы, а всякие грузовики. Если 20-й, 21-й год, вот, например, КамАЗ, да, он выглядит примерно так же, да, то 22-й год, обрати внимание, какие здесь уже монстры вот появились. И вот тут уже, блин, прикольно. Но они все стоят очень дорого. И я так понимаю, во время прохождения игры можно будет поменять транспортное средство, или даже выбрать какое-то другое. И это очень круто. Квадроциклы. Опять же, сразу берем 22-го года, 21-го года. Ну, кстати, здесь даже между 21-м и 22-м годом они, глянь, как сильно отличаются. Также у нас здесь есть и, я так понимаю, баги. Тоже вот на выбор здесь их достаточно большое количество. О, особенно 22-го года. 20-го года совсем чуть-чуть, а 22-го прям их дофига. Мотоциклы всевозможные, опять же, огромный, огромный выбор транспортных средств. И это здорово. Ну, и, конечно же, тачки. Вот я продумаю взять какую-либо тачку здесь себе. И, как обычно, ну, конечно же, я буду выбирать... Ух ты! А, да хрен там. На Red Bull все, что Red Bullское, скажем так, да, все стоит, конечно же, очень дорого. И на это не хватает. 22-го года вы, кстати, здесь вообще ни одну тачку, глянь, не купите. 21-го года тоже нереально что-то выкупить. Только 20-й год. Вот здесь вот парочку машин есть. И, ты знаешь, я думаю все-таки, наверное, взять вот этот вот Ford Raptor. Потому что мне, в принципе, Ford Raptor нравится. Потому что он полноприводный и красивый. Думаете, я смотрел вот на эту статистику. Мне вообще на нее насрать. Ну что, наш первый заезд, и мы должны не обосраться. О, круто, что мы стартуем прям сразу все вместе. Я так понимаю, у меня сейчас включился режим спорт. Здесь с подсказками, с помощниками, но также есть режим симулятора. Где нету сохранений, нету помощников. И также нету помощников типа АБС, ПБС, вы можете застрять. И, конечно же, нету помощников в навигации. Так, короче, нас могут научить всякому. Но я тертый калач, поэтому no thanks. Блин, ну выглядит игра круто. Так, у нас что, старт сходу, что ли? А что так медленно? Окей. Блин, ну как это она... А почему мы так отстали-то, ну, на старте? Так что, я могу еще вот так вот, кстати, камеру прикольно менять, откреплять ее. Откреплять ее от тачки. Ну да, как я уже и сказал вам. Слушай, я очень рад, что сейчас режим спорта. Да блин, а как тут... Подожди, если это будет режим симуляции, как я буду успевать читать, куда ехать-то? Тут дорога иногда расходится. А есть флэшбэки в этой игре? Ай-яй-яй. Ребята, ребята, мне нужны флэшбэки. Моя тачка вроде бы не развалилась, но мне очень тяжело. Слушай, мне кажется, для режима профессионал я пока еще не готов. Ну, управление непростое, я вам сразу хочу сказать. Очень легко можно потерять тачку. Так, давай попробуем. Может быть, какой-то другой... Он же сказал, какие плев. В смысле? Ребята, некоторые подлагивания это нормальная игра у меня в раннем доступе, но... Что случилось с машиной? Вы прикалываетесь. Он же сказал, сука, кип... Я только сейчас сверху увидел еще вот этот гребаный компас. Ну, кип-лефт. Минуту сорок, чтобы все починить? Ну, это по-божески. Не, ну я все починил, но что касается... Что касается внешнего вида тачки, ну, она пострадала. Глянь. Ну, я думаю, все лишнее просто отлетело. Очень жалко, что мой руль пока что не поддерживается. Но я думаю, это лишь... Это лишь вопрос времени. Потому что... Тихо, тихо. Вот. Просто, кстати, спешить не надо. Я тебе так хочу сказать. А щеточки можно? Да, да, да. Не надо спешить, вот и все. И будет все у нас... Блин, может... Может и надо. Окей, может и надо. Так, 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 так. Я слушаю, слушаю. Я затыкаюсь в тот момент, потому что... Так, мне не надо... Кип-лефт, кип-райт, пофигу, да? Тихо, 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 тихо. Да, блин, ну вот... Вот, знаешь чё? Вот на руле... На руле я бы, возможно, тачку отловил. Но на геймпаде мне пока это как бы тяжело даётся. Вот, кип-лефт. Так, блин, очень крутые пейзажи. Ты посмотри. Я уже вижу столько мест, где я могу свалиться. Но, кстати, вот, ты знаешь... Тихо, тихо. Вот, да блин, ну почему... Короче, одно и то же дерьмо. О, когда начинается раскачка машины, её практически невозможно поймать. Но я думаю, мне просто навыков пока что не хватает. Вот если бы я ехал чуть-чуть помедленнее и не болтал машину, я бы увидел... У меня были бы... Ну... Было бы результаты гораздо лучше. Пожалуйста, на колёса. Вот тут, кстати, странно. Да блин! Бачко, всё. Всё, я ухожу. Знаете что, друзья? Ну бы его нахер. Я начал карьеру заново. Не буду я брать здесь вот эти вот тачки. Джипы эти. Давай всё это другое. Я уверен, что на грузовиках проще всего будет. Они стабильные. Но меня разворачивают. Меня постоянно разворачивают. Поэтому давай попробуем какой-нибудь баги здесь взять. Блин, они страшные. Как моя жизнь. Слушай, ну... Это чё там? Там по-любому какая-то баба за рулём. Не, ну что это? Ладно, хрен с ним. Я возьму вот это вот что-то... Что-то... Что-то квадратное. О-о-о! Ты послушай. У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! Ну, есть... Здесь... Здесь есть где-то... Ду-ду-ду-ду... Ду-ду-ду-ду-абилити. Это что? Это стабильность? Не, ладно. Я готов взять вот эти вот машины. Они очень крутые. Мне нравится как... Ну... Ну, ду-абилити. Где... Просто, чтобы тачка была... Была спокойная. Чтобы её не разворачивало. А вот, кстати, почему. Ду-ду-абилити 6.5. Наверное, это потому, что вот так. Я взял самую нестабильную машину. Ну, ты знаешь... Ой-ой-ой. Ну, кстати... Говно я взял. Ты знаешь, так она уж не очень хорошо звучит. И у неё не так открываются двери. И вообще не самую красивую машину. Всё, я беру. И вообще вот эту тачку я возьму. Здесь ду-абилити 8.5%. Опять же. Не знаю, что это за марка такая. Не, ладно. Окей, давай хоть раз посмотрим на статы. Здесь ускорение просто никакое. 6.5 против 8.5. Я хотел взять баги, ребят. Но всё-таки вот эта тачка, она меня покорила. Ну, посмотри, как классно она выглядит. Как классно она звучит. И как дёшево она стоит. А нам надо... Чё делать? Нам надо копить на КамАЗ. Глянь, она какая широкая у нас, а. Вот я вижу прям машина будет очень стабильная. Потому что у неё очень широкая база. И... Давай, кстати, посмотрим, как это у нас там внутри. Внутри я не заглянул. Слушай, чё за руль такой маленький, а? Какой-то... Какой-то руль китайский. Не, руль вообще малюсенький. Глянь, это что такое? Нам там чё подсунули? Хори Рейсинг Уэлл, что ли? Так, ладно. Всё, всё, всё. Ну, блин, не стой у меня на пути. Ладно, это случайно получилось, зато очень крутой. Не, блядь, я уже чувствую, как её так же заносит, а. Где та самая стабильность? Машину так же разворачивает очень сильно. Я чуть-чуть сейчас нажал в бок, и она уже пошла в занос. Тихо. Вот, вот, вот. Видал, наш главный соперник. Тойота Рэдбульская. Ну, кстати, максималка у нас не особо высокая. Но дюрабилити. Вот тут я и, кстати, меня развернула. А сейчас за путём. Киплэп, киплэп, киплэп. Помню. Я помню это место. Ну, глянь, наши результаты какие. Слушай, блин, если платформа в этой игре будет работать, это будет просто пушка. Ты прикинь, как тут будет трясти, мягко говоря. Да, нормально. Она гораздо стабильнее, ребят, эта машина. Я сразу вижу, что нам направо, потому что я подсмотрел у своих соперников. Чё ты слышишь-то? Это у тебя... Не знаю, нахера он так влево поехал. Тихо, тихо, тихо. Бля, бля. Это было практически идеально. Ну. Ну, и вот наш... Понимаешь, вот что значит, тише едешь, дальше будешь. Вот этот грёбаный ритул, который мы обогнали. Хрен знает когда. Но нас опять не перейдили. Почему? Потому что мы просто ехали неаккуратно. Так, Денжер 1. Всё, я наконец-то... Под конец участника. О, здесь, я знаю, здесь можно вот такой вот вид включить. Да, да, да. Во, его надо забить. Тихо, тихо. Порядок, порядок. Порядок. Ёп! Я правда не хотел! Да что, ребята! Ребята! Как хорошо, что это не онлайн. Я развалил ему всю тачку. Мужик, сорян. Блин, и наша машина пострадала. Тихо. Это влево, влево. Да, да, да. Влево. Я, я... Опять же. Что случилось с машиной? Но свет ещё горит. Она сама почему-то повернула влево. Я не понял, почему. Блин, ну я опять не игрался с видом, а. И чё, Рэдбулл нас обогнал? Четвёртое место, ребят. Ты чё, сука, вылез сюда, а? Ну ты зачем вот сюда вылез? Ты мне испортил, сука, все кадры. Я не виноват. Ребят, я очень много отвлекался. Я в первую очередь вам показывал вид такой-сякой. Вот. Сейчас я постараюсь поработать на результат. Мне интересно, кто нам починит машину. Повреждения классные. Физика, ну, в меру такая аркадная. Мне нравится. Мне не нравится только, когда тачки приземляются. Они просто прилипают к дороге. Нет вот этого эффекта работы подвески, как мне кажется. Но опять же, физика не самая простая. И это прикольно. Блин, ну конечно же. Конечно же, чинить надо за свой счёт. А, о, недорого. Можно здесь ещё есть всякий тюнинг. Но я сюда не лезу. Я здесь нихрена не разбираюсь. Ребят, кстати, сразу хочу сказать. Когда вы первый раз на этапе, может быть, потому что ещё в бета-версии, я не знаю, немножко вот так подлагивает игра. Когда я переигрываю, например, этот же этап, уже этих подлагиней вообще нет. Так, всё, я готов. Блин, ну мы хреново себя зарекомендовали, я вам хочу сказать. Так, погнали. После... После этого заезда я хочу попробовать... Ты чё? У нас же... Ты чё? В смысле? Это чё такое за херня? Меня просто уничтожили. Я забрался проехать посерьёзным, и меня просто, сука, убили. Ну реально, а как ещё? Он поравнялся со мной, долбанул меня в бочину, и я просто улетел куда-то в камне. Но, может быть, это потому, что сказывается моя не самая лучшая репутация. Блин, как классно здесь. Дым, эффекты здесь присутствуют, и очень круто. Их достаточно много, и это классно. Извините, извините. Открытая местность. У меня не самая быстрая тачка, зато стабильная. Но из-за того, что она не самая быстрая, на открытой местности мы с вами продуваем. Поэтому здесь... Слушай, глянь, а там и грузовик впереди. Эй-эй-эй-эй-эй! Ты, 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 бык! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Нет! Нет, это всё-таки случилось. Да, эта машина постабильнее, но она всё равно не спасает иногда от вот таких вот заносов. Слушай, ну я реально... У меня... Блин, это под самый конец, да? Второе место. Я под самый конец обосрался. Ну я испугался этот, блин, здоровяка. Меня чё-то напугало. Он ещё так, как этот, знаешь, как бачок начал туда-сюда. Я думаю, он сейчас прибьёт меня. Как мы встретились с этим огромным грузовиком, я, честно говоря, не совсем пока что понимаю. Блин, классно, на закатике. Сейчас смотрим, как здесь работает освещение. Пока что мне нравится. Ещё будет интересно посмотреть ночь. Глянь, как они закопались, кстати. Слушаем, слушаем штурмана. Вот сейчас будет резкий направо вроде бы, да? Да. Давай попробуем. Чуть-чуть я отёрнул вручничок. Смотри, не обязательно мне ехать по дороге, хотя вот... Да, да, вполне. Но на будущее я вот понял, что вот эти следы... Это хорошие ориентиры, если ты их потерялся. Потому что когда мы в режиме... В режиме про отключим все эти ориентиры, нужно будет вручную смотреть, где там что находится. И следы нам пригодятся. Хотя, мне кажется, сейчас мы в каком-то режиме ралли... Ралли-рейда какого-то, знаешь, потому что... Потому что здесь не такие уж и большие открытые пространства. И, в принципе, накатанная дорожка, и мы понимаем, куда ехать. Ну, нихрена! Просто как стоячего. Я не знаю, есть ли здесь динамичная смена времени суток и погоды, но такое ощущение, что есть, потому что мы начинали на закате, а сейчас уже, знаешь, такое ощущение, что солнышко уже потихонечку садится. И я не удивлюсь, если мы завершим уже в тёмное время суток. Вот опять! Вот опять! Я вижу грёбаный грузовик там. Чё он здесь делает? Это, может быть, какие-то отстающие? Ух ты, кто-то ударился прям в камень. Так, аккуратно, аккуратно. Блин, это махина огроменная. По сравнению с нами. Но зато глянь напрямую. Всё, я тебя сделал. Только не тарань меня, ради бога. Так, ребят, чё-то тут начинается дождик, поэтому нам срочно нужно поставить... Ооо, смотри, какие капли! А у меня дворники не работают. Ребята, есть проблемы. Во-первых, у меня перестали работать дворники. А во-вторых, ну, вы сами всё видите. Пронесло? Я просто вид менял! Нет, 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 не туда, не туда. Не туда, я убил человека, кажется. Я просто опять решил сменить вид, а там, этот... Ну, под колёса кто-то всунулся. Жесть! Кстати, капал дождик, но вроде бы перестал. Так что динамичная погода вроде бы как есть. Не тормозим, идём смело. Не бой! Блин, там не убить бы мотоциклистов, они такие маленькие. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, всё, я смотрю на стенограмму. Давай-давай-давай! Кажется, это лидер моего класса. Нет, нет, нет! Я же видел, сука... Ой, дождь влил. Я же видел эту гору, за нахрена я так решил прыгнуть? Я думал, у меня упрощённая физика мне всё простит. Да нифига. Не такая уж она здесь и простая, ты видел? Я был уверен, как бы я не прыгнул на колёса, я приземлюсь. Ага. Я шмякнулся прямо на крышу. Кстати, чё-то у меня закипает тачка. У меня температура, по-моему, начала подниматься. Тихо, тихо, тихо. Но нет, я опять обосрался. Ну, я же шёл первым. Да ладно! Глянь-ка, как погода разбушевалась, и у нас третий этап. Сейчас будет жопа. Так, ребят, я всё-таки считаю, что это спецучасток, мы должны с вами... Мы должны с вами пройти с видом из кокпита, потому что... Да пофигу, всё, еду дальше. И с разбитым стеклом еду дальше. Надо тут как-то вот эти вот охабы огибать, потому что не всегда ехать напрямик, это правильно. По-моему, иногда проще вот эту вот гуру объехать слева или справа. Так, погнали, погнали, погнали. Оооооу, там что происходит здесь? Да вы прик... Ну так даже лучше. Куда ехать, я не понимаю. Ага, всё, правильно. Я не знаю, что случилось, там все просто бам-бам-бам, там какой-то затор был, все ударились об этот грёбаный камень, но щётки можно уже отключать, я тебе хочу сказать, и это даже удобнее. Не-не-не, я уже прыгать не хочу нигде, я вот тут по прямой поеду лучше, и я и буду огибать холмы. Слушай, ну мне кажется, мы вторые едем. Блин, это забавно. Просто бам-бам-бам по жопе, бам, и машина развалилась. Не, ну повреждения крутые. Вообще пока что, я даже не знаю, мне всем игра нравится. Мы догоняем лидера, но опять же, не надо спешить. Сейчас я даже переживаю не за то, что я там где-то пропущу поворот, куда-то врежусь, я переживаю за то, что тачка развалится, и придётся её чинить, и мы всё просрём. Поэтому здесь по принципу тише едем, дальше будем. Вот, асфальт, это прекрасно. Не-не-не, я, пожалуй, поеду по асфальту пока что. Я, кстати, включил только что фары. Блядь, здесь просто грёбаный апокалипсис происходит. Я включил фары, но, ты знаешь, они тут особо не попадают. Блин, чувак, давай, я даже не хочу тебя обгонять, потому что я по тебе ориентируюсь. Это несмотря на то, что у меня метки есть. Как в эту игру играть без меток, я не представляю. Так, ну вот я его обогнал. А надо ли мне это? Danger 3 будет сюда. Это какой-то разбитый корабль. Блин, локации просто на высшем уровне. Мне кажется, возможно, нас ждёт игра года. Без шуток. По сравнению с тем, какой был Дакар до этого и каким он сейчас стал, это просто две разные игры. Мне кажется, это разные разработчики, разные студии. Потому что я не верю, что это просто следующая часть. Вот что вокруг. Пока что здесь вот такие просторы. Я могу поставить такой вид. Но давай вернём к предыдущей. Вот, наверное, я проехал поворот. А нет, нет, можно и так, и сяк. Всё, это финиш. Наконец-то я первый. Это ещё не финиш. Тихо, 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 тихо. Блин, чуть я посрался. Я чуть на аэропорт там не заехал. Я думал, это уже финиш. Я хотел прямо ехать. Потом смотрю, там грёбаные самолёты стоят. Я... Блин, я очень надеюсь, что рули скоро завезут поддержку руля. Это будет просто бомбучо. Два уровня поднял. И 252 монеты получил. Ох, ребят, если что, то это всё один и тот же этап. В самом начале это же была просто квалификация. У нас уже четвёртый этап нас ждёт. Давайте-ка починимся. И это режим спорт. Мне очень хочется попробовать всё-таки ещё режим про. Очень много воды. Мне кажется, знаешь, такое ощущение, что это тот же спецучасток. Плюс-минус мы в одном и том же месте ездим. Ну, после обильного дождя здесь очень сильно всё подзатопило. И это прикольно. То есть поменялся рельеф. Я определённо здесь уже ездил. О, я, кстати, я хотел же выбрать вот эту тачку. Помните? Самую стабильную, по-моему. Но я так понимаю. Ох ты, сука! Ох ты, сука! Два раза! Нормально! Колёса целы, можно ехать. Просто лобовика нету. Это уже пройденный этап. Это нормально. Блин, опять мотоциклист. Но опять я его чуть не задавил. Давай едь! Ехер тут тормозить! Что ты ссыкуешь? Здесь не было. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, там перевернулся грузовик, и тот, походу, в него врезался. Да не-е-ет! Вот сука! Ну как же не повезло, а? Вроде бы я все несчастья пролетел, там перевёрнутый грузовик. В него врезался соперник. Я всё проехал, и на тебе, прям по жопе. Так, левее, левее, левее Здесь, я надеюсь, это просто кустики Ничего, ничего, ничего Даже если мы приедем сейчас не первые У нас неплохой отрыв Ой, они, кажется, врезались Так, нам нет времени ехать по дорожке Да блин! Все-таки я понял, почему надо ехать по дорожке Риск не оправдался ни хрена Я просто решил немножко срезать Откуда же я знал, что там яма такая будет Ну, ничего, нормально, нормально идем Не знаю, почему циклист поехал влево Блядский творог, ну ты серьезно Я почему-то думал, я снесу это как в Форзе Хорайзен Да ладно Да что ты, сука Я тебя не трогал Так, аккуратно, аккуратно Здесь не надо, здесь не надо торопиться Вот, иначе вот так насадимся Как эти двое Мне очень радует, ребят, что тут огромное количество участников То есть вы тут не шестером, не десятером Мне кажется, тут человек 30 на одном без участки Всех классов и возрастов и без самых категорий Ну, это самая хреновая попытка Ну, когда же конец? Вот, наконец-то! Я так понимаю, это конец Мы заняли первое место О-о-о-о, ты посмотри, все башут российскими флажками За такое не забанят меня на ютубе Ну что, лишь один чемпионат мы закончили Эвент прогресс один из пяти Я так понимаю, когда все пять выполним То нам дадут вот этот вот Ситроен Хотя не похоже, что эта машина Будет ездить по бездорожью Непонятно, зачем она здесь нужна Но, возможно, я что-то не понимаю По поводу карты, посмотри Вот, вот это вот маленький кусочек нам открыт Наверняка вот здесь еще все это дело откроется Вот здесь Вот здесь, справа Глянь Вот тут, наверное, откроется что-то Здесь точно вот еще карта будет открываться по мере прохождения Поэтому кататься здесь полно мест, где можно будет погонять То есть все, что снизу южнее, наверное, это пустыня Все, что севернее, там вот-вот, видишь, там уже скалы, там уже горы И где-то здесь, я больше чем уверен, будут уже снег и холода Переходим в наш гараж И нам достался спонсор И здесь, кстати говоря, русский экипаж Сергей Корякин и Антон Власюк Также мы можем продать нашу машину за 144 монеты И купить Блин, мне вот одно интересно Заметь, видишь, список уже здесь пополнился Потому что мы немножко поднакопили денег И по мере того, на что вам хватает Здесь появляются новые транспортные средства Ну, ты знаешь, самый дешевый КамАЗ Стоит 1740 Но я думаю, еще один этап И я смогу себе позволить его Блин, какой он огромный, а ты посмотри Так, я пытаюсь понять Вот, вот, запомнили, как он звучит? А теперь Ну, ты знаешь, у них очень похожее звучание Только это самый современный, самый новый КамАЗ Но он гораздо как-то грубее И более басистый, что ли Ну что, ребят, давайте подведем итоги Первое Игра очень экшоновая Очень крутая И, как ты знаешь, здесь Столько всего происходит Это, конечно, не тянет на обзор Это мини-такой обзорчик будет Первый взгляд скорее В общем, первое экшона Здесь достаточно Его очень много И геймплей не надоедает По крайней мере, мне за все это время, что я снимал Посмотрим, что будет дальше Второе Это огромное разнообразие транспортных средств И, что самое крутое В любой момент ты можешь переключиться на что-то другое И игра не заставляет тебя кататься на чем-то одном Я вообще думал, мы выберем одно транспортное средство И весь Дакар этот будем проезжать чисто на нем Но, или хотя бы в одном классе участвует Но нет, можем хоть час пересесть на грузовик Это очень круто Третье Это немаловажно Это очень крутая графика Да, кто-то может где-то там за что-то придраться Но эффекты крутые Дождь, свет То есть я ночью еще не катался Мне интересно ночью посмотреть Но я уже вижу освещение Как фары работают Как дождь Это очень круто Графика мне очень понравилась Напишите в комментах Все-таки я так и не понял Прошлая часть Дакар, которая была у меня на канале Это от этих же разработчиков Там графика была совсем иной Здесь графони просто на уровне И четвертое Это повреждения Повреждения реально крутые И это еще мы играли в режиме аркадном Скажем так В режиме симуляции Мне кажется там все будет гораздо серьезнее И после того, как мы тачку разбили в тотал Там не минута 20 чинится А возможно гораздо больше И пятое Это физика По ней пока что не могу ничего сказать Потому что катались опять же в аркадном режиме Коробка автомат И я так понимаю Какие-то помощники здесь были включены Но даже в этом режиме Было тяжело Слушай, я не знаю Это какой-то квадроцикл из безумного Макса Мне кажется У него вот этот вот, знаешь, клюв спереди Это чтобы мотоциклистов насаживать Или поддевать какие-то другие автомобили Чтобы они просто переворачивались Что касается физики Опять же, ребят, повторюсь Смогу сказать уже попозже Как поиграем на режиме Pro А еще лучше после того Как мы поиграем на 25 уровне В режиме полной симуляции Потому что я так думаю У меня какие-то здесь помощники Все-таки были доступны Просто мне пока что Что не нравится Это когда машина Любое транспортное средство Приземляется Оно практически прям сразу Прилипает к дороге Это, конечно, вас нихрена не спасает Потому что наглядный был пример Когда я с горы прыгал И тачка просто уже в полете Перевернулась на крышу Я просто крышей шмякнулся об землю И мне очень интересно В режиме симуляции Мне кажется, там просто крыша будет смятку А вот теперь давай перейдем к минусам Это, конечно же, рули Из-за начальной заявленной поддержки Там рули Трастмастер, Logitech, Fanatec Fanatec Club Sport поддерживается Но мой Fanatec DD Даже при режиме Club Sport Он не работал Но, опять же, у меня предрелизная версия Поэтому, я думаю Это как обычно с патчами Все сделают К сожалению, я уже привык к тому Что какие бы игры не выходили На рулях вначале забивает хер А уже с течением какого-то времени С патчами уже вводят полноценную поддержку Допиливают Обратную связь улучшают И так далее Также из минусов могу отметить Не знаю, либо это на предрелизной версии Но у меня были некоторые микрофризы На тех спецучастках На которых я был впервые То есть я в первый раз там еду Где-то что-то подлагивает немножечко Потом, если я второй раз там же еду То уже все отлично Никаких тормозов Хорошая оптимизация Но, опять же, у меня мощная видеокарта Это, в принципе, компьютер В общем, такие первые впечатления Я надеюсь, что игра не надоест Она останется такой же веселой Здесь все для этого вроде бы как есть Я бы хотел в нее поиграть на стриме Да, да, хотел бы Но, блин, по ней выходят очень крутые ролики Я вот уверен, монтируя этот ролик Он получится просто охрененным Потому что здесь, опять же, столько экшена Столько таких ситуаций веселых Грустных А иногда просто нелепых Или неожиданных Когда в повороте я просто вылетел Машина бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Языка это понятно Но к этому стоит, наверное, привыкнуть В ближайшее время Еще и Штурман Штурман здесь неплохо, клево говорит Но, опять же, сравнивая с Дёрт Ралли Нет у него вот этой нотки Живого человека Потому что в Дёрт Ралли, например Когда ты едешь очень быстро Там даже тембр голоса у Штурмана меняется Когда медленно, он тоже немножко по-другому говорит Здесь, конечно, Штурман ахает-охает Когда вы там переворачиваетесь Но как-то, как мне показалось Одни и те же реплики Ну, маловато реплик, реально Когда вы что-то делаете не так А во-вторых, ну, все фразы одинаковые Заученные Ну, с одинаковым тембром голоса Да, это скорее придирка Скажете вы И я с вами соглашусь Еще лет пять, я думаю Даже года два, наверное И уже будут У споттеров, у нах и штурманов Будет интонация меняться В зависимости от вашего стиля езды И голос будет дрожать Я больше чем уверен Это скоро будет реализовано Это частично, опять же, скажу Реализован в Деатрале 2.0 В общем, очень много слов Лучше попробуйте сами Игру я вам рекомендую И, наверное, будут по ней и стримы Потому что Я что-то сейчас подумал Если я буду снимать по ней ролики То роликов будет выходить очень много И все по одной игре Ну, я думаю, лучше и постримить Все, следующий ролик будет уже в режиме про На этом я с вами прощаюсь Если понравилось, ставьте лайк Пишите, что вы думаете по поводу этой игры И, опять же, рекомендую вам ее самим попробовать Пока Субтитры сделал DimaTorzok